Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей и сегодня мы будем читать 26 главу этой книги. Она начинается словами Мы видим, что эти зевеи опять выполняют свой патриотический долг и идут к царю нечестивому, чтобы настучать на пророка Давида. И встал Саул и спустился в пустыню Зив и с ним 3000 отборных мужей. А у Давида, мы помним, отряд, когда он пошел на Навала, он взял с собой 400 человек, а в обозе оставалось 200. То есть у него всего 600 воинов, а с Саулом на поимку Давида отправляется 3000 отборных мужей израильских. Что значит отборных мужей? Это как бы гвардия, чтобы искать Давида в пустыне Зив. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид саглядатаев, то есть разведчиков, и узнал, что Саул действительно пришел из Кейля. И встал Давид тайно и подошел к месту, на котором Саул расположился с Таном. И увидел Давид место, где спал Саул, и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. Вот такая идеалистическая картинка. Саул лежит в центре, рядом с ним Авенир, а вокруг спящие воины, как бы оберегающие царя. И действительно, если царь падает в сражение, то бой проигран. И обратился Давид и сказал Ахимелеху Хетиянину и Авесе, сыну Саруину, брату Иоава, говоря, кто пойдет со мною к Саулу в стан? Саул как бы в абсолютном окружении, охранников. И, конечно, это надо было проявить мужество, чтобы дать согласие пойти вместе с Давидом в стан Саула. И отвечал Авеса, я пойду с тобою. И пришел Давид с Авесою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. А Венир же и народ лежат вокруг него. Авеса сказал Давиду, предал Бог ныне врага твоего в руки твои. «Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю ударом». Саул не просто лежит на земле, рядом прям копье, как бы специально для того, чтобы кто-то поднял это копье и пригвоздил его к земле. Иногда, когда мы бываем недовольны нашими властями, нам представляется, что мы уже можем, мы способны нанести какой-то удар по ним. Но неуважение к власти есть неуважение к Божьему промыслу о нас. Ибо если Господь ставит над нами нечестивых правителей, это за наши грехи. Ставит Господь над нами праведных правителей, это за нашу праведность и благочестие. И поведение этого Авеса, оно безрассудно. Не нам судить властей. Дело исправления мира надо начинать не с устранения каких-то людей, а с исправления самого себя. В свое время Владимир Сергеевич Соловьев сказал, чем христианство отличается от марксизма, он сказал, от социализма, имея в виду марксистов. Тем, что христиане для общего блага предлагают отдать свое, а социалисты-марксисты для этой же цели предполагают забрать чужое. Действительно, когда люди совершенно недуховные пытаются изменить мир вокруг себя, их действия — это кража, это убийство. Как было убийство царской семьи в Ипатевском доме, и потом разграбление России через протразверстку, так что начались голодные бунты в Воронежской, в Липецкой областях. «Но Давид сказал о весе, не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». И мы точно знаем, что все эти революционеры, которые делали революцию, участвовали в ней, они же были истреблены, потому что революция пожирает своих собственных детей, и город-колыбель революции, названный Ленинградом, переносила тяжелейшие испытания, блокады во время Великой Отечественной войны. Потому что поднять руку на помазанника — это страшное преступление. Но страшным преступлением является и то, когда кто-то не защищает помазанника. Народ оказался безучастным к аресту государя-императора и царской семьи, и потом многие оказались в Сибири, в красных концлагерях, где мучились и переживали о своей беспечности. «И сказал Давид, жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосут с водою, и пойдем к себе. И взял Давид копье, и сосут с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них». То есть на самом деле Господь уже помогает Давиду, и вот эти слова, что сон от Господа напал на них, являются тому подтверждением. «И перешел Давид на другую сторону, и встал на вершине горы, вдали. Большое расстояние было между ним, и возвал Давид к народу, и Авениру, сыну Нирову, говоря, «Отвечай, Авенир». А почему он взывает не к Саулу, а к Авениру? Потому что Авенир – военачальник, и он отвечает за охрану царя Саула, и он проявил небрежение. Все уснули. Конечно, от Господа на них напал сон, но это не снимает с них никакой вины. «И отвечал Авенир, и сказал, «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авениру, «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не брежешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя, господина твоего». Он имеет в виду, конечно, не себя, а Авесу, который был человек из народа, по-еврейски это, наверное, «МХА Рец», то есть люди земли. «Нехорошо ты это делаешь!» – кричит Давид. «Жив Господь! Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня». Оказывается, если кто-то не охраняет должным образом помазанника, он уже заслужил смерть. А если его небрежением помазанник убит, то тем более. Таким образом, вся наша страна оказалась под проклятием, когда мы позволили арестовать русского царя, его семью, и потом они были расстреляны. «Нехорошо ты это делаешь, жив Господь! Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего». И действительно, в Писании сказано, что тот, кто касается помазанников Божьих, он как бы касается зеницы ока Господня, гласа Господня. И узнал Саул голос Давида и сказал, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» Ну, как бы Саулу не знать голоса Давида. Давид его играл на арфе, пел псалмы. Конечно, он знал его голос. И сказал Давид, «Мой голос, господин мой царь!» И сказал еще, «За что, господин мой, преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает, господин мой царь, слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то добудет это от тебя благовонной жертвою». Смотрите, какие удивительные слова. Давид готов принять наказание от царя с уверенностью, что если вот Господь его вдохновил, а если злой дух, если же сыны человеческие, то есть люди, настраивают Саула против Давида, то прокляты они пред Господом, «Ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря, ступай, служи богам чужим». То есть этим людям было все равно. Они были в некотором смысле индифферентны к вопросам религии. И то, что Давида прогнали, он мог уйти к филистимлянам, к мавитянам, а так оно и было, их это не волновало. Хотя там культ других богов. «Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткой по горам». Давид называется блохою, куропаткой, за которой гоняются по горам. И сказал Саул, «Согрешил я. Возвратись, сын мой, Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». Саул оценил то, что в глазах Давида его душа Саула – это была ценность, душа царя. Как ее надо оберегать, как надо трепетать над жизнью монарха, защищая его. И какие же негодные люди, которые злоумышляют против монарха, помазанника Божия, восстают на него, клевещут высшую власть, поднимают руки на нее. И отвечал Давид и сказал, «Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его. И да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня». Здесь Давид как бы соглашается с тем, что Господь мог его испытывать таким образом. И если бы Давид воспользовался этим копьем, пригвоздил бы Саула к земле, Давид бы не стал царем. Бог бы отверг его, как некогда отверг и Саула. «И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа. Да покроет он меня и да избавит меня от всякой беды». Здесь Давид говорит, как твоя душа, царь Саул, была дорога мне, «А я хочу, чтобы моя душа была дорога для Господа. Я воздержался от убийства во имя заповеди «Не убей». Я не совершил коварства против помазанника Божия. Я не жду награды от тебя, царь», как бы говорит он, «Пусть Господь воздаст мне за честность и правоту мою». Почему он так говорит? Потому что он видит переменчивый характер Саула. Саул уже просил у него прощения, а потом опять стал гоняться за ним. И в этой ситуации Давид совершенно не уверен, что Саул прекратит преследовать его. Поэтому с этого момента все упование Давида только на Господа Бога. «И мы должны уповать только на Господа Бога». Как сказано, «Не надейся на князя, на сына человеческого, в них нету спасения». Это слова Давида из Псалтирии. А пророк Исаия говорит, «Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его». «И сказал Саул Давиду, «Благословен ты, сын мой, Давид, и дело сделаешь и превозмочь, превозможишь». То есть Саул признает его справедливость, правду, благочестие. «И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место». С этого момента их пути они не будут пересекаться. Саулу осталось жить еще некоторое время, и он погибнет во время битвы на горе Гелвуй. Погибнет и его сын Иннофан, который был другом царя Давида. Но об этом мы будем говорить далее, если будем живы и Господь позволит.